Всем привет! Это история от подписчиков. Сейчас я зачитаю историю, дам свои комментарии, буду останавливаться во время чтения. Жду ваших комментариев тоже под видео. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Хотелось бы поделиться историей и послушать ваши комментарии и комментарии подписчиков. В середине ноября ко мне в телеграм написал мужчина Турок. Как он меня нашел и до сих пор загадка. Я не верю его истории. Говорит, что увидел меня в книге и решил просто вести его в поиске. В книге вышло несколько человек и решил написать именно мне. В какой книге? Мое имя в книге какое-то. Ну, короче, окей. Я вообще не люблю и никогда не общаюсь с незнакомыми людьми в интернете, тем более с мужчинами. А тут не знаю, что мне стукнуло в голову и решила ответить. Мне 32 года, ребенок 8 лет, замужем, но не живем вместе. Свой бизнес, жилье, авто, путешествия, живу, жизнь, о которой мечтала. Очень за вас рада. Это очень клево. Вроде как можно сказать самодостаточное. Этому мужчине 45 лет, у него есть дети 14 лет и 8. Женат, живут вместе, нерелигиозный. Учитель также занимается инвестициями, две квартиры, авто. Но сложилось впечатление, что человек одинок. Не пустые слова, я все видела. Знаете, так очень много в Турции не разводятся, живут в одной квартире. Но если поругались, годами могут не разговаривать, не общаться. Живут разными жизнями. Заботят любовников и любовниц. Не делают вид, что они их не замечают. Всем так просто удобно. Все было оговорено еще в самом начале общения. Что никто не собирается разводиться. Никаких интимных фотографий, никаких золотых гор. Что если его интересует только секс, то пусть не тратит ни свое, ни мое время. У меня вопрос тогда, что получается? Только секс, не тратим время. Золотых гор не обещаем, разводиться не будем. Что вас объединяет? Тогда бы объединял, например, интим, ради которого бы мы общались. Раз разводиться не хотим. Сами подумайте, что вы написали, да? Интима не будет. Я не такая, и ты не такой, да? Но при этом мы не разводимся. Типа мы общаемся, получается, как друзья по переписке. Что? Как кто? Комментарии пишем в Телеграме друг другу там, я не знаю, в Инстаграме. Что это за общение? То есть вы оба пути вообще развития кого-то отрезали сразу. Просто общение, и если оно начинает доставлять дискомфорт, проблемы, то говорим об этом прямо и расходимся с миром. Типа мы будем общаться на светские интересные культурные и политические темы, да? Что же в мире происходит? Вот такое типа общение. Окей. Так и началось приключение. Общались днями, ночами, как только выдавалось свободное время. Говорили обо всем. О семье, о детях, о вовлечениях, о культуре, книгах, как прошел день. Я про это и говорила, да? Какие попались клиенты мне, как прошел урок у него, смотрели фильмы и так далее. Всегда было интересно. Незнание языка не было помеха. Понимали друг друга максимально. Но бывает же, что вы не видели никогда человека, но как будто это родная душа, и знали всю жизнь друг друга. То же происходило и с нами. Казалось, что каждый нашел друг другу то, чего не хватало. Мне не хватало заботы и чувства себя женщиной. Я из категории все сама. А ему не хватало, как мне показалось, понимания, ценности его как человека со своими желаниями, а не только как добытчика отца и мужа. До Новый год он прислал мне подарок. Я долго отказывалась называть свои данные, адрес, проживание. В итоге сошлись на том, что доставят просто в пункт выдачи. Это было мило. В середине января у меня был день рождения. Тоже подарил подарок. Я улетела отмечать его в стабу. Но он узнал и очень хотел приехать. Но я попросила не делать этого, так как встретиться с ним не было бы возможности. Да и вообще я не была готова к реальной встрече. Так, стоп, сейчас скажу. Вы изначально создали к себе отношения, и он, и вы, которые не должны вообще существовать и реализоваться. Поэтому я изначально отметила, что тут странное. То есть вы настолько боитесь, на самом деле, доверия сближения и отношений, поэтому максимально безопасную какую-то переписку для себя придумали и отказывались от реальных возможностей встречи, чтобы не развенчать этот миф, не разочароваться и так далее. 2 февраля он скидывает мне оплаченные билеты, оплаченную бронь отеля в моем городе. Говорит, что безумно хочет со мной встретиться, и я могу говорить миллион слов о том, что он не приезжал бы, но все равно приедет. Он должен был выходить с каникул, но отпросился. А я так боялась встречи, надеялась, что он просто балабол и не приедет. Знаете, видимо и правда, мысли материальны. Его путешествие должно было начаться 6 февраля с пересадкой в Стамбуле. 3.30 утра он мне написал, что едет в аэропорт Аданы, он живет в Хатай. Потом случилось то, что случилось. Я не спала и не видела все новости. Полтора суток я вообще думала, что я схожу с ума. Я не плакала, просто находилась в каком-то вакууме на пару с паническими атаками, потому что не было связи с ним вообще. Каждые секунды обновлялись новости Турции, Инстаграм, в надежде увидеть хоть какую-то новость. Я знала, где он живет, где работает, фамилию, имя жены, детей, в каких школах они учатся и прочее. Но все было тщетно. Я успела уже похоронить и воскресить его несколько раз. Я не могла найти объяснений своим чувствам и поведению. Вот долгожданный смс, что вся его семья жива, находится в машине, и как только он решит вопрос с жильем и зарядкой телефона, то свяжется. Связался через сутки, прислал видео своей разрушенной квартиры. Видео квартиры, которую сдавал. Видео города, имена погибших друзей, родственников. Очень больно было смотреть и читать все, что он пишет. Люди в один виг остались без всего. И начался сложный период, в котором я решила оказать поддержку. Конечно, от материального он отказался, поэтому я просто отправляла помощь через Борф от консульства Турции в России всем нуждающимся. Все, что могла сделать для него, оказать моральную поддержку. Я старалась слушать, не говорить, что все будет хорошо, так как никто не знает, как будет. А просто идти ко всему шаг за шагом. И просто, что я рядом, если потребуется. Он переехал в Мерсин, в свободную квартиру брата. Долго и проблематично собирали документы, чтобы не возвращаться в Хатай на работу оба учителя. Устроили детей в школу, его распределили тоже в школу. Жена осталась дома, сняли новую квартиру. Так и прошел месяц. А он не переставал благодарить меня за то, что я появилась в его жизни и помогаю справиться со всем. Ну, морально, да. До 8 марта я не ожидала, получила букет цветов в свой офис. А когда пошла на маникюр в салон, узнала, что он оплатил мне вип-карту туда. Как он умудрялся провернуть все эти денежные операции, понятия не имею. Я благодарила, говорила, что это очень приятно. Хотя я просила этого не делать, потому что очень не люблю быть обязанной. И он был не в том состоянии, чтобы делать мне подарки. Вы не умеете принимать подарки. Вам лучше не быть зависимой от кого-то, поэтому я все сама, ничего мне не надо. Я не чувствую ответственности и так далее. Никогда не было слов о любви. Просто говорил, что я корона его головы. Никогда не заходила разговоров про интим. Но я понимала, что этот момент достанет. И он достал в конце марта. Про любовь я сказала, что не могу разбрасываться такими словами. Когда начал завязываться разговор про интим, я попросила остановиться, сказав, что нет времени на это. Он извинился и сказал, что хорошо. Мы продолжили общаться, как раньше. Он писал мне стихи, снимал видео о море, которое я так люблю. Говорил о проблемах, радостях. В апреле он попал в больницу. Был разговор в этот вечер, который резко оборвался. Он пропал на сутки. У меня опять паника, что с ним случилось. В итоге появляется у нас, происходит странное общение. Говорит, что я забыла про него. Даже не интересовалась. Подобные обвинения, обиженных. Хотя, вроде, я им писала. В общем, короче, я не понимаю, что происходит. И говорю, что я не собираюсь продолжать разговор в подобном тоне. Через два дня он пишет мне миллион сообщений с извинениями. И говорит, что был вынужден себя так вести, чтобы на время отдалить. Его жена узнала, что он общается со мной. Я сказала, что не хочу продолжать дальше общаться. Так как это доставляет проблемы в его семье. И мне этого совсем не хочется. У нас был договор по этому поводу. Умолял он меня долго. И моей ошибкой было поддаться на это. Еще зачем-то я нашла оправдание в своей голове его словам, когда он якобы пытался отдалиться. Потом на плановую операцию ложусь я. И так как переживал он или делал вид, не переживал никто из моего окружения. Продолжаем общаться. Я понимаю, что на меня начинают давить со временем. То я не воспринимаю его как своего мужчину, то я не могу никак сказать, что я его люблю. Ты моя гордыня не позволяет прожить мне все эмоции, которые я искусую. То новая фотография на аватарке заставляет думать его о том, что мне будут писать мужчины. О, это новый период прекрасно стал чувствовать. Он начал, короче, развивать отношения. Вносить чувства и эмоции. А вам это все, типа, нет, мы не договаривались, ты нарушаешь контракт. Потом он захотел видеть меня дословно. Твою талию, твою грудь, твои бедра, все, к чему я прикоснусь когда-то, у меня ступор. Я напоминаю о том, что я не присылаю никому никаких фотографий интимных. Он говорит, нет, 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 это не интим. Но он имеками опять разговор о провокационных фотографиях. Так продолжается несколько дней. Меня это очень сильно начинает напрягать. Я понимаю, что все мои объяснения, как об стенку горох, и все мои ценности, и табу, которую он так уважал, разбились просто в трепеске. Он видел меня в полный рост в одежде. Чаще, конечно, селфи по поясу, но тоже всегда прилично одеты. Я никогда не общалась с людьми, тем более мало знакомыми ради секса. Меня устраивает, как я живу. Я не воспринимаю секс-переписки и тип фотографий не со своим мужчиной. От слова совсем. А тут я его вообще не видела в реальной жизни. Но если бы мы с ним встретились, то, наверное, у нас был бы секс. И, наверное, я была бы к этому готова. Но он это знал. Но он продолжал давить и манипулировать. Спасибо, Господи, за моё благоразумие и честь, что я не поддалась в этот раз. Или я, дура, и живу в своём идеальном мире? Не знаю. Также продолжали общаться каждый день. Последний наш разговор мы оба довели его до предельного негатива. Мы ещё оба козероги, и это было чересчур эмоционально, на нервах, каждый со своей правотой. Послали, короче, друг друга далёкое путешествие. Он удалился из моего инстаграма. Я заблокировала его везде, где только можно, и тоже отписалась. Конечно, я не буду писать первое. Я не буду отвечать, если будут у него попытки написать. Хотя на 99% уверена, что их не будет. Задета моя гордость. Да и много слов сказано. Жалею ли я о времени, которое мы провели вместе, и все потраченные нервы, эмоции? Нет. Это был хороший опыт. И есть много приятного, что вспомнить. Ведь были моменты, когда я была счастлива. Но в очередной раз убедилась, что не признавала я интернет-знакомств, тем более с иностранцем. То и не стоило начинать. Но в голове остались вопросы. Что это было? Почему всё так глупо закончилось между нами, вроде как адекватными людьми? Разные менталитеты, неоправданные ожидания с обеих сторон. Вот чья-то глупость. Или я дура в розовых очках, а он типично разводила девушек. Просто хочется вас послушать. Нет, вы не дура, он не разводила. Нет, нет, нет. Абсолютно не та история. Просто я сейчас расскажу, и это про вас будет. Вы хотите объяснение про него, про ситуацию, про менталитет. А я хочу дать объяснение про вас на самом деле, как вы в такой ситуации оказались. Дело не в менталитете, вообще не про это история. Вы чётко говорите. Я хочу вас похвалить. Вы молодец, вы какие-то табу. Но табу слово, на самом деле, очень нехорошее. Оно клеймит. Запрет табу. Некие запреты, ваши условия, вы их не, как сказать, не предали. Свои установки какие-то. Это вам плюс, вы молодец. Но причина перемен, вы, как и сказали, вы получали отношения чего? Это защищённые отношения были без развития. Вам не нужны были эти отношения. Вам нужно было получать чувство женщины, чувствовать заботу. Вы получали то, что хотели. Ваша потребность закрывалась. Его потребность, что его как человека, а не как добытчика, типичная, как очень часто в турецкой семье, когда отношения портятся, не про любовь историю, а про выгоду какую-то. Его душевности тоже хотелось. Все всё получали. Он просто посчитал, что можно менять отношения, структуру вот этого уговора, что вы уже подразмятли, в том плане, что вы ему помогали вот эту душевность пережить трагедию, поддержка, которой не было у него в семье. И он решил, почувствовал, что это новый уровень общения, что вы готовы не то, чтобы притать свои какие-то нормы и табу, нет. Он подумал, что можно развивать отношения. Но вы чётко сказали, нет, мне это не надо. И он обломался. И у него уже потом пошла агрессия, вот этот негатив. Ваша агрессия негатив за то, что ты меня не уважаешь. У меня были правила, их надо придерживаться. Имейте на это полное право. Условия контракта, короче, начали меняться. А у него агрессия, что вы не меняетесь, что вы не хотите его, что вы его отвергаете, что вы не хотите развивать общение, что у него есть любовь, симпатия какая-то. И не хотите заразвить это. Честно скажу, здесь нечего развивать. Чувак женатый глубоко, у двое детей ещё и учитель. Всё это годами терпит и так живёт. Он никогда не разведётся, скорее всего. И там ловить нечего. Это только на правах, конечно же, и любовницы какого-то интернет-общения, редких встреч. Жена тоже узнает, скорее всего, не разведётся. Вот она узнала, ещё не изменилась. Это уже история и на вас, наверное, скорее всего. Болонин просто так кого-то нашёл, уверенно, из книжки, имя, бред какой-то на самом деле. Я тоже в это не верю. Но это не чисто разводило интернет или что-то. Чувак реально проигрывает отношения, ищет на стороне то, чего ему не хватает в браке. Как вы описываете, и как они пережили трагедию, это обычная, стандартная, среднестатистическая хорошая семья. Они не разведутся. Там, знаете, манипуляции, убийства, трагедии, истерик, ничего этого нет. Они гладко, ровно, тихо живут, так и будут дальше жить. Это беспреспективняк полный. Я про вас, да, как вы в такое попали. Что бы я вам порекомендовала обратить своё внимание на себя? Первое, что вы не закончили отношения, не развелись. Я понимаю, что может быть какие-то юридические моменты, бизнес, например, ввести или ещё что-то. Но вообще, если мы берём психологию, пока вы не поставили штамп паспорта и не развелись, вы тянете эти отношения с прошлого. Они вам для чего-то нужны. Они выполняют какую-то у вас функцию, скорее всего, защиты, может быть, какого-то участия, социального статуса или ещё чего-то. Вот вам так комфортней. Если вы скажете, да нет, он мне не нужен, мы вообще не общаемся, я тогда скажу, так идите, разведитесь, поставьте этот штамп о разводе. Станьте свободны в моральном плане. Пока вы, знаете, почему я скажу, почему у вас этот штамп есть. Пока он у вас есть, у вас есть некое чувство, в кавычках, отговорка, но не в прямом смысле, не заводить новые отношения серьёзные, не развивать другие отношения. Это мой тормозок такой в прошлое, для того, чтобы не искать кого-то нового. Вы вообще трудно впускаете людей в свою жизнь, трудно расстаётесь, в том плане, что если у вас любовь есть, трудно расстаётесь. У вас есть табу, вы себя максимально изолировали от доверия, любви, взаимопомощи в отношениях. Вы максимально себя изолировали от партнёрских отношений, потому что у вас был нехороший опыт, у вас есть огромная психотравма на эту тему, которая вас и закалила, и вы стали тем, кем вы являетесь, но доверие, любовь, отношения к партнёру, доверие – это не про вас. Вы очень сильно боитесь и обожглись, поэтому вы из себя стеночек наставили личных границ очень много, условий контракта, слово «табу», «табу» – «запрет», чисто вы использовали это слово, что я придумала. Вы написали слово «запрет», «я себе сама запрещаю». Вот что происходит. И я к тому, что я не говорю, что вы неполноценно как-то живёте, я очень рада за вас. Вы очень осознанный суперчеловек. Но я бы порекомендовала вам обратиться к психологу, там много времени ей понадобится, несколько сессий, понять, почему это происходит, от чего я защищаюсь, почему я себе защиту рисую в виде запретов и табу, просто когда вы это морально вскинете, вам ещё лучше начнёте жить, да? Вы говорите, вроде как бы всё, как я хочу в моей жизни, я наслаждаюсь. Я честно скажу, не до конца. Вот для того, чтобы быть до конца счастливой, расправить крылья, быть суперсчастливым, довольным человеком, вот чуть-чуть надо доработать. Почему я не то, что рекомендую это, я её вообще оглашаю. За этим тянется ваше прошлое на самом деле. Я вижу прекрасно, что вы можете, вы заслуживаете не вот этого чувака из Телеграма, а женатого. У вас другой уровень совсем. В моральном плане, в финансовом тоже, да? В плане ваших свобод, жизнь, которую вы ведёте. Но вы сами себе немножко под ножку ставите, закрываете в плане доверия. А вот если вы это просто психологически освободитесь от этой стигмы, которая вас держит, вы себя лучше почувствуете. Просто ваше качество, внутреннее ощущение себя и счастья будет ещё лучше. Вы ещё больше будете довольны своей жизнью. И тогда вот в этой точке в вашу жизнь постучится, придёт, так сложатся обстоятельства, идеальный партнёр для здоровых партнёрских отношений, которых вы очень боитесь на самом деле, да? Боитесь, что такого не наступит, потому что у вас были травмы в отношениях. Любовь, поддержка, забота, чувствовать себя женщиной, оно у вас будет. Я к тому, что вы сейчас себе сами строите преграды, чтобы к этому не прийти. Потому что путь к этому счастью очень тернистый, вы уже обжигались, очень боитесь, и себя защищаете от этого. И тем самым вы отграждаете от этого счастье. Просто обратите на это внимание, может, книжки почитайте, быстрее к психологу сходить. Займитесь этой темкой чисто для себя, для себя самой, чтобы ещё качественнее и лучше жить. Вам всего 32 или 33 года, вы писали, вся жизнь впереди. Проживите её счастливо для себя, отпустите своё негативное прошлое. У вас ребёнок растёт 8 лет. Вы мама, вы пример для ребёнка. Я не знаю, мальчик у вас или девочка, но всё равно. Будьте вот этим счастливым примером, просто показывайте ребёнку, что можно быть счастливой ещё максимально. И он тоже, это на него и повлияет. Он у вас как губка всё впитывает, и ребёнок ваш будет счастлив. Конечно, всех будут в шоколаде, у всех всё будет хорошо. Надеюсь, я удовлетворила ваш запрос. Пишите ваши комментарии под видео, распространяйте видео в соцсетях, ставьте лайки. В инфобоксе под видео остаётся моя почта. Если вы хотите публичный разбор истории вашей, как сегодня, видео, это называется анонимная история, да, от анонима в публичном пространстве для видео, пишите. И если вы хотите индивидуальную, персональную, анонимную консультацию с психологом, тоже пишите на почту, тема письма «Консультация». В инфобоксе оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих и важных новостей в Турции. Не пропускайте наши новости. Скоро увидимся. Всем пока.